Айфоны новой серии поступили в продажу 4 дня назад, но из-за гигантских очередей приобрести новинку можно будет еще не скоро и, как всегда, воспользоваться этой ситуацией решили предприимчивые граждане. В сети стали появляться объявления с предложением аренды коробки от яблочного смартфона. А вот для чего это нужно, расскажет Илья Филонов. Он сегодня изучал объявления в социальных сетях. Илья, тебе слово. Илья Филонов. Илья Филонов предлагает систему скидок. Купить упаковку с надкусанным яблоком теперь можно по горячей цене 2,5 тысячи рублей. А это экономия в 500 рублей. Цена за аренду здесь не сообщается. С вопросом, стоит ли такая услуга потраченных денег, мы обратились к эксперту по социальным сетям. Давайте послушаем его ответ. Айфон же это штука, которая стоит определенных денег. Читатели человека, у которого в ленте появляется фотография коробки из айфона, они совершенно точно знают, может человек это себе позволить или нет. То есть, если эта коробка появляется, грубо говоря, у меня в ленте, окей, люди могут предположить, что я купил айфон, не дай бог, и там ей напишут, о, клево, ты купил айфон. А если эта коробка появится в инстаграме у один стеклассник, который учится в школе в черемушках, ну очевидно, что он не может себе его позволить, и люди знают, что это просто коробка. Что называется, зрителя не обманешь. Все это напоминает мне ситуацию с прошлым 8 марта, когда особо предприимчивые предлагали в аренду букет роз ради заветных лайков. История повторяется и сейчас, но что кроется за этими сердечками? Это такое явление, которое называется психологический эксгибиционизм. Не важно, есть ли у тебя это на самом деле, важно то, чем ты можешь похвастаться. К сожалению, это оборотная сторона социальных сетей, когда у человека может ничего не быть, но так хочется казаться красивым, успешным. Что интересно, рынок таких услуг вовсе не новый. На Западе люди давно играют показные свадьбы, и дело доходит даже до видимого деторождения. А все потому, говорят психологи, что людям нравятся ощущения здесь и сейчас, но брать обязанности, которые в будущем на них лягут, они еще не готовы.